Добрый вечер. Прошла ровно неделя, как я и обещал ровно неделю назад и вновь в это же время в этой же студии программа субъективная. Я ее ведущий Владимир Мазур и наш гость Александр Давтян. Александр Сергеевич, добрый вечер. Как всегда много чего, большей частью, нехорошего подарила нам предыдущая неделя. До последнего времени что-то все меньше и меньше хороших новостей. Ну для нас, знаете, работает для журналистов принцип bad news is good news. Плохие новости, это новости хорошие. Зато есть о чем поговорить. Что мы будем делать сегодня на протяжении часа. Эфир прямой, телефон 763-19-12. Новости плохие, но возможно из них будут какие-то положительные выводы. Предлагаю начать с главной темы недели не только для нашей страны, но и наверное для всего мира. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Продолжение следует... В Италии нараховує уже 1700 осіб. Переважно більшість захворювань перебігає в легкій форме. У Ірані протестувальники спалили лікарню, в якій лікувалися хворі коронавірусом. А в Румунії селяни, як і в Нових Санжарах, протестували проти приїзду евакуйованих з Китаю. У Білорусі зафіксовані два випадки інфекування людини коронавірусом, який завезли з Рану та Італії. Голова служби цивільного захисту Італії заявив, що уряд купує понад 5 мільйонів захисних масок. Школярі та студенти північної талійської провінції Гомбардія, Емілія, Романія, Венета відправлені на каникули. Закритий Миланський собор, опера Ласкала, скасований венеціанський карнавал і покази мод в Мілані. Джорджо Армані провів показ при порожньому залі з онлайн-трансляцією. У деяких містах введений жорсткий карантин. Закрите підприємство, організація працює декілька аптек і магазинів, полки яких порожні. У Ніаполі коронавірусом заразилася українка. 26-річна дівчина перебуває в лікарні під постійним наглядом. Міністр охорони здоров'я України знаходиться в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю. А проблемами можливої епідемії займаються всі чиновники країни – від заступників Скалецької до міністра розвитку економіки, секретаря РНБО і самого прем'єр-міністра. Чиновники впевнені в готовності країни до епідемії і роздають дивні паради українцям. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ні з серветкою або схином лиття. Не рукою, а серветкою, яку потім викинути. Або сюди, чому не рукою? Тому що ви зразу підете і скажете, добрий день, міністр економіки, ми в Ованов, і у вас 20 людей зразу захворіли. Краще віки від коронавірусу – цибуля, сало і чесник. Харковська інфекційна лікарня отримала прилад та тест-системи для досліджень на коронавірус. А міський голова Харкова Геннадій Кернес тим часом зауважив, що в Харкові багато китайців і вони постійно літають в Китай. Велика група, кстати, людей, які мають національність китайців, які сьогодні літають туди-сюди і хто їх перевіряє на тому ринку. Дякую. Дякую. близкой для нас, пока что сказать трудно, вроде бы все, чтобы не сглазить о новых Санжарах пока здорово, одна украинка сидит в Италии, Александр Саркисович, вы боитесь коронавируса в нашей стране? Ну, в принципе, да, в принципе, потому что на сегодняшний момент не существует границ, и человек может прилететь не из Италии, которая занимает третье или четвертое место в мире по количеству больных, человек может прилететь из Америки, где контактировал с человеком, который вроде здоров, а через день-два он может проявиться симптомы, он может заболеть. Это не убережет, наверное, если мы отгородимся от Италии, от Китая, или, где у нас, Китай, Южная Корея, Иран, Италия. Китай 80 тысяч, Южная Корея 4 тысячи, Италия 1700, Иран 978, вот на данный момент. На самом деле, цифры по миру абсолютно на сегодняшний момент не превышают те цифры, которые были, помните, там, свиной грипп, еще какое-то. САРС, вот это атипичное пневмония. И процент смертности не намного выше, и, по-моему, даже и не выше. Три процента от заболевших. Но на самом деле проблема в другом, что в нашей стране, как бы это ни звучало, наверное, непатриотично, очень слабая медицина. И я не знаю, готовы ли мы встретить, не дай бог, что-то. Ну, на словах, то класс, да, рассказывают. Там у нас вот в каждой больнице есть по три кровати, где мы положим этих больных. Но это люди и говорят, которые, они или не профессионалы, или они плохо в этом разбираются. А вот почему такая волна пошла чиновников, ну, я понимаю, да, скажем, если бы это делала Скалецкая, или там, даже Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения. Но почему, когда министр, компетенция которого охрана здоровья вообще не имеет отношения, А он, наверное, вы знаете, он, наверное, в экономике ничего не понимает. Потому что он делает такие штаны, шаги, извините, штаны порвет, когда делает такие шаги. Я думаю, что у нас не очень профессиональное правительство. И от того, что он не знает, чем заниматься на своем рабочем месте, он в данном случае заменяет, вот в данном эфире, который мы смотрели, Ну, наверное, это уровень какого-нибудь местечкового санврача, который рассказывает, куда чихать надо. В руку, в локоть, это чтобы соплями отделать весь костюм и ходить, разносить точно такие бациллы на предплечье, или как это, на сгибе локтя. Чего это делает министр экономики, или как у нас, экономического развития? Ну, я не понимаю. Может быть, он не понимает, что такое экономическое развитие. Ему надо хоть где-то вставить свои пять копеек. По-моему, очень правильно там его Коломойский в первые дни обозвал. А он и не возражал. А он и не возражал. Он сказал, да, я такой. Ну, вот молодец. Он там рассказывает, как чихать надо. Пусть еще расскажет, как, я не знаю, там улицы подметать, или уколы делать. А кто-то должен это делать. Министр-то занят, она же лежит с больными, извините, не дай бог, в карантине. Она взяла на себя удар карантины, вот она там сидит. Что там министру сидеть, непонятно, надо же медициной руководить. Ну, ее нету медицины, поэтому руководить-то нечем. Но, с другой стороны, вот здесь я как раз, опять же, понимаю, это, наверное, был правильный с точки зрения коммуникации шаг министра здравоохранения. Она показала своим примером, что там здоровые люди, она этого не боится. И вот та истерия, которая была в Новых Санжарах, о которой мы говорили, да, она, ну, немножко ее сняла. Прошла не из-за того, что министр там, а просто, честно говоря, этих людей, когда они от угара, там, самогоны или водки отошли, и тетушек оттуда забрали. Ну, ни для коих не секрет, что они были, кто-то это подымал, эту бучу. И когда они оттуда отошли, и людям стало просто... Это простые люди, которые живут в предместе города Полтавы. Им стало просто стыдно, что они вот так вот поступили по отношению к своим гражданам. Что всю жизнь у славянского народа была такая черта, накормить голодного, дать кров над головой. У нас даже вот такая черта, да, когда человек попадал, преступник. Вот он был преступником до суда, его все ненавидели, хотели четвертовать, разбить. А потом он становился каторжанином. И когда он шел на каторгу, вот эти крестьяне выходили на улицу и отдавали последний кусок хлеба. Ну, такая вот натура славянского человека, вот она жалостливая такая. Им, наверное, стало стыдно, не из-за министра, конечно. Им стало стыдно, что они своих, ну, сограждан не хотели приютить на куске земли, который территориально находится в ихней этой единице. И, наверное, ничего плохого они не хотели, даже там начали какие-то продукты носить. Ну, это такая черта. Сначала сделают какую-то там гадость, потом жалеют. Вот видите, не только у нас такая реакция была в Румынии, если я не ошибаюсь, в нашем сюжете показывали. Ну, это ж люди, люди... Было такая, когда была чума, там обвиняли в этом евреев и заставляли их там что-то делать. Потом заставляют, потом православных обвиняли. Ну, это время от времени в мире происходят такие случаи, когда люди злятся на кого-то за то, что происходит это. Ну, бывает такое эпидемия, бывает. С ними надо бороться. Я думаю, министр больше бы принесла пользы на своем рабочем месте и давая распоряжение своим подчиненным. Ну, учитывая современные средства связи, мне кажется, это не проблема. Ну, так надо было туда провести такой хороший интернет, средства связи, обеспечить ее. Ну, не знаю, может быть, руководить нечем, может быть... Не могу сказать. Мне очень сложно обсуждать поступки других людей. С одной стороны, я не знаю ее должностные обязанности, не могу сказать. А может быть, у нас в стране от министра не зависит ничего. Вот не зависит. Вот она... То есть, лишний раз доказали, есть министр, нет министра, а направление в какой-то степени работает. Я думаю, что главврач любой областной больницы знает лучше этого министра, что надо делать. Этому главврачу надо дать лекарства, полномочия и средства для того, чтобы своим медсестрам и врачам платить нормальную зарплату. И они будут хорошо работать. Для этого министр не нужен. Министр, ну, наверное, какую-то общую политику по медицине должен осуществлять. Но не думаю, что министр в этом пансионат национальной гвардии может на что-то повлиять, если, не дай бог, там что-то бы случилось. Ну, есть вещи, которые в любом случае не компетенции. Я вообще считаю, что многие вопросы, которыми управлять не надо, и, наверное, медицина в данном случае, ну, если не брать какие-то законотворческие моменты, дайте нормальное финансирование врачам, хирургу не надо, никакие директивы для того, чтобы сделать операцию. Он для этого должен быть профессионалом, без партийной принадлежности. Потому что, вот почему-то на хирургов у нас люстрация не напала, потому что боятся люстрировать хирурга, а кто же будет потом кости сшивать. Ну, хирург не политическая должность, извините. А если он был в другой партии? Нет, вопрос же не в партии, вопрос, где, ну, если он был... А если хирург стал министром? Если хирург стал министром, значит, он стал политиком. А если он такой незаменимый хирург? Ну, это я смеюсь насчет люстрации. Нельзя людей отстранять от работы за то, что они работали при каком-то президенте. Ну, это идиотизм. 763-19-12, телефон нашей студии, это прямой эфир. Мне показалось очень важной и очень интересной мысль, о которой вы говорили, о том, что люди... Да, вот есть первая реакция в ситуации незнакомой, стрессовой, там чего-то люди боятся, опасаются. Потом становится стыдно, это как черта вроде бы характера. Я бы хотел вспомнить события, которые происходили в нашем городе в эти дни 6 лет назад. И вот то, как себя показали харьковчане в те дни. Я имею в виду штурм здания облгосадминистрации, когда пророссийски настроенные активисты устроили так называемый коридор позора, вытаскивали избитых евромайдановцев, ставили их на колени. Милиция, к слову, не препятствовала тогдашнее особо. Хотя в дальнейшем уже избитых людей забирало и не давало совершиться совсем уж страшным вещам. Как вам кажется, вот за 6 лет харьковчане стали по-другому относиться к этим событиям? Они переосмыслили, появилось чувство стыда за то, что происходило в нашем городе. За поднятый русский флаг, за аплодисменты ему. Ну, не могу оценивать количество людей, у которых изменились взгляды. Наоборот, вы знаете, я даже кое-каких людей из, ну как сказать, той стороны, которые были против пророссийской какой-то стороне, которые говорят, что если бы мы знали, чем это все закончится, мы бы не выходили на улицу. Мы бы этого не делали. Потому что это была, ну как бы народная революция, которую совершили фанатики, воспользовались этим мерзавцы. Потому что, ну мы это видим, что большинство людей, которые пришли к власти после 14-го года, это люди, которые абсолютно цинично не заботились о благе своей страны, своего народа, своего города, села. Поэтому, как обычно, ничего тут, тут не произошло ничего необычного. Это не имеет значения. Были флаги русские, могли быть польские флаги, там румынские. Ведь у нас в стране многонациональный народ. Но не было ни польских, ни румынских. Ну, тут не было, может быть там сто лет назад где-то были. В данном случае, конечно, Россия рядом, Россия подогревала это все. Россия надеялась, что наконец-то воссоединиться с какой-то частью Украины. То есть, у России задача какая была? Раскромсать Украину, убрать бандеровское правительство, убрать бандеровские взгляды. И даже, кстати, это не только у россиян было. Это такая идея была. Я, когда это, честно говоря, услышал из уст последующего главы Верховного Совета Порубия, я, наверное, думал, что я ослышался, когда он сказал, а мы уже планировали там на уровне ровно сделать заслон и все, и отойти к Польше. Или куда-то там отойти. Я это слышал своими ушами. Я, когда это услышал, я подумал, что у меня что-то со слухами, или я с ума сошел. Вот, как бы, те хотели к Польше отойти, эти хотели к России отойти. И никто не задумался. Ребята, да, Украина это огромное независимое государство. Это Украина. Мы не ничьи, мы не русские, не польские. Мы вот Украина. Я, человек, у которого нет украинской крови, патриот Украины за Украину, за добрососедские отношения со всеми. Хотя я могу там много вещей поднимать из истории, с кем мне не хочется сидеть за одним столом. Но приходится. И мы должны защищать свою страну, но не в угоду какому-либо государству. Близкий это сосед или дальний сосед. Мы должны с любыми соседями на равных быть, но должны мы государство. А у нас, к сожалению, все дальше и дальше кажется, что это государство превращается в территорию. Мы хотим с кем-то дружить против кого-то. Мы хотим еще какие-то вещи делать, которые идут против, даже не знаю, как это сказать, наверное, против душевного патриотизма. И вот то, что было в Новых Санжарах, это одно из таких действий. Мы теряем свое лицо. Ну, правда, еще давно писал в классе, да, там же, если не ошибаюсь, на тысячу свинопасов один казак. Вот оно и получилось. Свинопасы выходят на улицу и протестуют против того, чтобы людям дали кров и, наверное, кусок хлеба. Это не казаки, это свинопасы. Грустно, но, Володь, ну это правда, от этого никуда не денешься. Как говорил один классик тоже еврейский, да, сырмяжная правда в жизни. Это очень грустно, тем более, что революция 2014 года всегда называлась революцией достоинства. И если вы помните, а я уверен, что вы помните атмосферу тех дней, было действительно чувство, что есть шанс, что мы изменимся. У меня, когда моя жена, ну, как это технично сказать, мать моего внука прислали мне из Вены в февраль месяц 2014 года. Они мне присылают, у меня до сих пор это есть. В Вене, в самом центре Вены стоит группа людей, поет украинский гимн. Ну, мурашки по коже. И сегодня уже этого не будет. Не будут собираться люди, я это видел. Вот мы в январе месяце, ой, столько объездил, по-моему, это в Болоне было. Украинский флаг, люди стоят какой-то группой небольшой, все мимо идут и не обращают внимания. А шесть лет назад останавливались итальянцы в Вене, австрийцы, китайцы, итальянцы, там очень много туристов останавливались, подбадривали, говорили хорошие слова. Ну, это все проходит. Я уже не помню кто, но кто-то из моих гостей, по-моему, говорил о том, что у нас на уровне нашей национальной идеи выходит странная штука. У нас очень красиво получается умирать на публику. И вот в этот момент нас мир замечает, а вот все остальное время как-то нас не особо видят. Ну, а потом увидели, ходим по миру с протянутой рукой, вот последние цифры там, мы просим у Международного валютного фонда какую-то программу, там я не помню, полтора миллиарда или миллиард. Елки-палки, мы за три месяца, за четыре месяца на границе таможенных сборов потеряли 25 миллиардов. Это миллиард долларов. Это миллиард долларов мы потеряли. А тут мы ходим, дайте нам взаймы, а мы вам будем проценты платить. Ну, я не знаю, вот если 4 числа, мое мнение, мы не увидим решительных действий президента по смене правительства на профессионалов. Этих не умех, там я не знаю, кто они, кем они были в той жизни, зрителями на телеканалах, премьер-министр у нас был. А посадят в кресло министров, если не посадят профессионалов, боюсь, что ничего хорошего нас не ждет в ближайшее будущее. Давайте мы к кадровому вопросу вернемся чуть позже, а пока все-таки про ту самую русскую весну, как они ее тогда окрестили. Все, собственно, фигуранты живы-здоровы, насколько я понимаю, человек, который поднимал, а он москвич, который поднимал русский флаг над Харьковом, чувствует себя прекрасно. И вот из последних заявлений, он, правда, единственный бывший, конечно же, помощник президента России Владислав Сурков, на прошлой неделе давал интервью и рассказывал об Украине. Цитирую, принуждение силой к братским отношениям, единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой. Вот шесть лет после тех событий, они говорят в открытую, что они... Ну, а никто Сурков сегодня не имеет никакого статуса, у него нет должности. Он говорит свое мнение, я не могу судить слова Суркова, может быть, его поэтому и отстранили от работы, передали другому человеку. Вы не согласны, что принуждение к дружбе это тот способ, который они сейчас применяют к нам? Нет, это вот именно тот способ, но я могу только судить там по своему характеру. Меня, чем больше буду давить, принуждать, тем больше я буду противиться. Тем больше давления, тем больше сопротивления. Ну, и у меня такой характер. Может быть, у них какой-то другой. Заставить дружить насильно нельзя. Для того, чтобы дружили, для этого должны быть вот то, что я говорил. Нормальные отношения, равные и взаимовыгодные. Ну, и как бы, не знаю даже, как это выразить. Нельзя дружить через силу из-за того, нет, можно, боюсь. Вот, из-за боюсь можно, как бы, но это не дружба. Это не дружба в любом случае. Да, возможно, какие-то взаимовыгодные сотрудничества, но это не дружба. Ну, это не дружба, конечно. Насколько преодолимым или нет в ситуации с возможным, там, нормализацией отношений, будет территориальный вопрос, имеется в виду потеря. Есть территориальные вопросы, которые на сегодня решить, на мой взгляд, очень проблематично. Ну, я бы не хотел говорить категорично, что невозможно. Наверное, в перспективе, в какой-то, может быть, там, фантастических фильмах это возможно. На сегодняшний момент я их не вижу. Я могу задать конкретные вопросы, на которые мне никто не ответит. Каким образом, какая-либо территория, вот не буду говорить, чтобы меня не обвинили в чем-то, да. Какая-либо территория может отойти обратно Украине. Расскажите, каким образом. Вот можно технически просто сказать. Вот такие-то, такие-то шаги. Нет, нельзя. Мы боремся за что? За территорию или за народ? Народ мы проиграли и проигрываем. Ведь за 6 лет оккупации Донбасса там уже выросла целая плеяда людей. Вот им было, знаете, сегодня им 20 лет. Это мужики, которые воюют уже. Они берут оружие и идут воевать против Украины. А 6 лет назад им было 14 лет несмысленышей. Они вот стали мужчинами вперед войны с Украиной. Каким образом мы заставим их или принудим, или упросим, чтобы они голосовали на выборах в местные советы за проукраинские партии, за украинский язык, за еще чего-то. Не знаю за что. Ну, никак. Есть еще одна территория, которую, с вашего позволения, мы отдельно как раз сейчас поговорим. Тем более, на прошлой неделе президент Украины Зеленский дал повод к такому разговору. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Президент Володимир Зеленский в середу 26 лютого затвердив день опору окупації Криму и Севастополя. Цей день будет значиться щоречно 26 лютого. Тоді в Севастополе до будівлі Верховної Ради Автономної Республики вийшли 12 тисяч людей. В результаті зіткнені в той день двое людей загинули і кілька отримали поранення. Після анексії Криму російські силовики почали переслідувати кримських татар за участь в данній акції. Вже на наступний день, 27 лютого, будівля Верховної Ради і Ради міністрів Криму було захоплено спецпідрозділями Росії. Тоді ж парламент Криму на вимогу загарбників оголосив про проведення референдуму про проєднання півострова до Росії. Українські військові були блоковані, влада перейшла до ставленників Росії. Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року послідовало входження Криму і Севастополя до складу Російської Федерації, а учасників тих подій стали нагороджувати медалями за повернення Криму. Росія довгий час стверджувала, що зелені чоловічки в Криму – це сили митцевої самооборони, а не професійні росіяни військовослужбовці. Повернення Криму було прийнято вже після повалення режиму Януковича 22 лютого 2014 року, в той час як на медалі стоїть дата 20 лютого. Міжнародне співтовариство не визнало факт окупації і наклало на Росію санкції. Получені Штати ніколи не визнають домагання Росії на суверенітет над Кримом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію регіону. Йдеться в заяві Держдепартаменту, зробленому 26 лютого. В той же час представник Кремля Дмитро Песков висловив категоричну незгоду з рішенням Зеленського. Повернення Криму до України – це не просто його мрія як президента і позиція як громадянина України. А це – запорука безпеки на планеті, відновлення віри в міжнародне право і справедливість. Я хотів би з простих, очевидних речей. Акціон, що дійсно не потребують довернення. Тиждень складається 7 днів. Планета Земля-Кроба. А Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатись щодо дуже багатьох питань. Але це не викликає жодних сварок, це сумнів. Тут українці на 100% єдині. А отже, повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї. Згідно з соціологічними опитуваннями, лише 10% опитаних українців підтримали визнання Криму російською територією в обмін на звійнення Донбасу. Становлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують тільки 20% громадян. Проти нього виступають 56. А відділення ЛДНР від України підтримують тільки 13% українців. 7-6-3-19-12 наш телефон, ефір прямой. Я теж, признаться, не вижу быстрих, реальних, эффективних путей возврата территорій, ныне находящихся под оккупацией в состав України, под нашу юрисдикцію. Но сегодня хотелось бы поговорити не тільки об цьому, а, собственно, о моменті потери. Часто критикують украинские власти за те, що вони проявили какую-то странну пассивність. Власти, имеється в виду, конечно, які були на той момент в страні, высші руководячі кадри наші. І не віддали приказ на вооруженне сопротивлення. Наскільки це було правильним, на Ваш взгляд? Ну, Ваш знаєте, я в даному случай согласен, наверное, с Лукашенко, коли йому задали вопрос, а вот, там, захват Крыма, а он говорит журналисту, а вот я че-то позапамятовал, скільки чоловік погибло при захваті Крыма, за защиту Крыма, а йому говорят, ні одного. Он говорит, ви сами ответили на свій вопрос. Ви Крым здали. Но є одна небольша предпослка, на мій взгляд. Якби Крым був проукраїнський, скільки б понадобилось б РФ войск для того, щоб захватити Крым? Я говорив с одним, на мій взгляд, дуже авторитетним, военным, який прошел горячі точки, миротворец, в высокому звані, вже на пенсі. Он говорит, приблизительно для того, щоб захватити Крым, России понадобилась сумасшедшая операция по форсуванню Керченского пролива і приблизительно 100 тисяч войск. Це, ну, це огромне. Для того, щоб захватити Крым і везде оставити, ну, в кожному місті надоби якісь свої подразділі. Для того, щоб... Тобто, а Крым був готовий, він був пророссийський, тому що все 30 лет, ну, не 30, а 26 лет независимості України, власні України абсолютно нічого не зробили для того, щоб Крым став українським. А що вони бували зробити? Це момент, який я слышу дуже часто, аргументів, завжди інтересно. Я советував Ющенку таку глупість просту. Це були, ну, в те години, коли на Западній Україні не було роботи. Я кажу, Виктор Андреевич, роздайте землю в Крыму, вот там, с Волыньою ребятами, переселіть туди то, що зараз Росія робить. Переселіть туди полмільйона, мільйон граждан України, у которых на Западній Україні нет роботи, жити не за що. А тут хороші земли, роздаємо землю, пусть идут. Ну, я понимаю, це примитивно дуже. Але треба було 30 років щось робити для крымчан, кроме того, як забирати у них пляжи і території, роздавати своїм київським чиновникам. Тем самим крымчанам не давали к морю подійти. І це було, там не строили никакого, ну, я не знаю, ні бизнеса, ні промышленності, нічого. Крым отрабатывал свои, ну, немножко в мае, іюнь, іюль, август, і потім оттуда все уїжджали. І то, що Крым заработав за ці 4 місяці, жили потім 8 місяців зиму. Він дотационний був регіон всегда Крым. Дотационний. Але нічого не делали. Туди послали каких-то уполномочених, які приїжджали з Києва. Приїхав там, потярувал немножко своїм родственникам, роздав маєтки земли возле моря. Крымчан це дуже обіжало. Ну, зато сейчас, наверное, хорошо. Є телефонний звонок. А сейчас живуть в Крыму, вот, є новости. Живуть не хуже, чем раньше. 7, 6, 3, 19, 12. Ми готові слушати вас. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Я хочу задати вас, Гортьяну, да. Насчет Крыма. Я віддіхав в Крыму, да, еще до оккупации, ну, российскими войсками. Там очень было местное население настроено агрессивно против татар. Потому, что вся милиция была, ну, под татарами. Да, потому что... Вопрос, пожалуйста, если можно. Вопрос, дело в том, что, как, вот, если все были за Украину, ну, хотели быть в составе Украины, и тут вдруг случилась такая ситуация, когда российские там... Ну, понятно, эта ситуация, да. Все легли под Россию. Как это все случилось? Спасибо, что позвонили. Ну, вот, про татар. Это очень сложная ситуация была. Она сначала независимости Украины. Татары захватывали самозахват земель в Крыму. Они захватывали даже дачные участки, которые принадлежали там жителям Симферополя, например. Я это видел. И татары собирали у себя... К ним приезжали чеченские боевики на лечение. И мы закрывали на это глаза. То есть, были же такие вещи, которые не афишировались никогда. Чеченские боевики, которые... Я не буду спорить, боевики или это патриоты Чечни, которые воевали против России в Чечне. У них были места для отдыха, это в Крыму. И татары это делали. Татары захватывали землю. Ну, на сегодня, насколько я знаю, большинство татарского населения живет в мире и согласии. Работают в Крыму. Занимают какие-то ответственные посты. Но я еще раз хочу повторить. Если бы Крым был проукраинский за эти 30 лет, то русским не так просто было бы его захватить. Вот смотрите, Харьков то пророссийский. Русский язык, русские школы были, все. Но не смогли же они Харьков захватить. Я до сих пор не могу понять, как это все у нас получилось. Я вам когда-нибудь расскажу, не перед телекамерой, как это получилось. Мы это знаем все. То есть, это было возможно. В Крыму это было невозможно. Вот именно поэтому малыми силами там 30 лет велась подрывная война, можно называть. Там покойный Лужков, когда приезжал и строил дома, и говорил, вот русские офицеры, я вам строю дома, даю там пожизненную, эти квартиры. Не возникало, в какую пожизненную, когда русский флот тут на короткое время, до 17-го года. Кто это разрешал делать? Туда приезжали всякие эмиссары, которые ввели подрывную деятельность. Это при попустительстве украинских властей. Все это разрешалось. А на одной лестничной клетке живут, или как это сказать, площадки. Ну, я по-старому, извините. Живут два офицера, один русский, один украинский. Они ходили в одну мореходку, один получает полторы тысячи долларов, а второй двести долларов. Вот вам это экономический вопрос на то, куда перебежит вот этот вот офицер. Да, конечно, туда. Точно так. Вы помните, о чем говорила харьковская полиция вот в те годы, когда вы вспоминаете, что происходило на площади. Да, они только ходили и говорили, так в Белгороде зарплата у полицейского или у милиционера, еще не помню, там 700-800 долларов, а у меня 90. Но присягал-то ты народу Украины, а не 900 долларов. Да, присягали они Советскому Союзу многие. Ну, не многие, кто это сам. А даже те, которые сегодня служат в украинской полиции, в 2014 году очень много из них переезжало в Белгород и шли в пункты по трудоустройству и говорили, а можно тут в полицию прийти работать? Потому что зарплата была там 1000 долларов, 1200 долларов, а тут зарплата была вот такая. А люди-то привыкли, ну это же одна страна. Не обязательно же ехать в Россию кирпичи класть или там ямы копать. Можно же поехать и полицейским побыть, там в Москве кого-то дубинкой дать по голове. Ну, кто-то и устроился из бывшего Беркута. Беркут украинский очень ценится. Видимо, есть за что проявили. Квартиры дали, общежития дали, зарплаты дали. Что делать, чтобы это все не повторилось, учитывая то, что вы говорите? Крыму в свое время дали полномочий и свободы больше, чем любому другому региону Украины. У Крыма была автономия при унитарном государственном устройстве. Ну, не было, де-факто не было автономии. Тем не менее, захватывали-то как раз Совет Беркута. Это называлось так автономия. А никто не трогал их и не кошмарил по поводу языка. Я не знаю случаев, когда бы крымчан не пускали на курорты. Ну, наверное, что-то отбирали. В каком? Не на курорты, я говорю, к морю. К морю, да. Я знаю много, Володя, много людей, которые целые пляжи разделили на участки, построили маятки, не пускали крымчан к морю. Спокойно селились бывшие россияне, военные пенсионеры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот это все, это и есть предпосылки, почему мы потеряли в свое время Крым. Крым был русский. Что делать, чтобы это не произошло в других регионах, где такая, в том числе и в Харькове, например? Ну, не пускайте, например, там, турок не пускайте в Одессу. Что они потом захватят Одессу, скажут, Одесса турецкая. Ну, это я фантазирую, хотя я бы так и сделал, я бы турок никуда не пускал. Ну, не пускайте никого никуда. У нас же, мы замалчиваем те вещи, что происходит на Западной Украине, на Закарпатье. Мы замалчиваем. Все разговоры, разговоры, но есть целые населенные пункты, маленькие, в которых вы не услышите ни украинский язык, ни русский. Где-то это румынский, где-то венгерский, и там это считается нормально. Почему нельзя палкой заставить учить украинский язык? Пряником только можно. Создавать какие-то льготы, преференции. А просто так сказать, не учите Достоевского, Толстого или Пушкина, ну, вырастут поколения неучие. Это ж мировая литература, ее надо учить на языке оригинала. Но делайте так, чтобы было выгодно, да, это некрасивое слово, выгодно учить украинский язык. Чтобы это был родной язык. Это же, я скажу вам, несколько лет назад, когда статистика была, там, 75% или 80% граждан Украины считают украинский родным языком. Ну, почему мы врём сами себе? Те люди, которые это пишут, сами говорят на другом языке. Считать родным и разговаривать, это всё-таки разные вещи. Ну, тогда что такое родной? Родной язык, это язык моей матери, на котором она меня учила. У меня русский язык родной. Но государственный язык, да, украинский. Ну, мне поздно, наверное, уже идти на курсы учить украинский язык. Я его и так понимаю, и, в принципе, без переводчика. Но уже поздно. А для молодёжи надо создавать какие-то преференции. Так вот, в Закарпатье эти преференции, которые пытались им что-то сделать, они там не работают. Венгрии не хотят учить язык, потому что он им не нужен. Они уедут в Венгрию. И у нас, ну, страна должна вот об этом заботиться, о молодом поколении. И вот это произошло в Крыму. Мы Крым отдали. И отдавать начали в 92-м году. Вот мы его начали отдавать в 92-м году. Первый Кравчук, который не подписал, вернее, подписал оставление русской базы военно-морского флота в Севастополе, хотя они собирались уже уходить. При разделении Советского Союза они собирались уходить в Мурманск, в Новороссийск. Он оставил, потому что ему хотелось быстро стать царьком. Ну, а какая идеология может быть у секретаря ЦК КПСС? Ну, конечно, быстренько стать первым секретарём. Или секретарём, как это, политбюро или генеральным секретарём. Вот у него быстро ему хотелось стать. Поэтому он подписывал всё, что угодно. А мы же знаем, что могли бы флот убрать тогда. И тогда бы не было проблемы с Крымом. А потом они смотрят. Флот оставили. Русский язык оставили. Квартирки давать офицерам разрешают. Посылать туда наших эмиссаров никто их не трогает. Ну, а чего бы в конце концов не отхватить Крым обратно? Он же когда-то был русским. Украинским он был всего лишь 60 лет. Так он русским был меньше. Ну, я имею в виду, если считать Россию... В 57-м... Если считать нынешнюю Россию правоприемницей советского государства, то, в общем-то, в составе... Ну, это казуистика. Крым завоевала царская российская армия. И сколько-то лет там, полтораста или сколько. Он был русский. И опять-таки, с барского плеча его дали Украине. Правильно или неправильно, мы не будем об этом говорить. Потому что никто этого не знает. Ну, территориально правильно, да? А дали его Украине. Но Украина ничего не сделала для того, чтобы Крым стал украинский. А для этого надо было что-то делать. Наверное. Мало того, вот на мой взгляд, те вещи, которые... Ну, они спорные сегодня. То мы им электричество отрежем, то воду, кран перекроем. Ну, это же против народа. Это же не против военной базы в Крыму. Это против народа. От этого народ... Если вам сегодня дома дядя Вася перережет воду, вы же будете дядю Васю ненавидеть. Или ЖЭК, или там мэра. Ну, конечно, дядю Васю. Если мне кто-то сегодня отожмет квартиру, то я не хочу оплачивать воду, которая туда идет. Давайте и с этой стороны посмотрим тоже. Нет, ну, если у вас отжали квартиру, отжали те люди, которыми вы хотите радычаться. Ну, я не знаю. Я не могу сказать. Вот, если бы меня сегодня спросили, давать воду, не давать. Не знаю. С одной стороны, надо дать, потому что там люди, которые мы говорим, это народ Украины. С другой стороны, вот, по вашей логике, ну, это же... Ну, да, их же нельзя назвать оккупантами этих людей. Народ Крыма. Там 2,5 миллиона, на мой взгляд, граждан Украины. И есть, наверное, 50 тысяч военнослужащих. Ну, нельзя ж воду военнослужащим не давать. Или там этому гоблину, который руководит Крымом, ему воду не давать. А его теткам, которые убирают у него в этом горсовете его, а им давать. Ну, как? Вот как тут быть? Я не знаю. Есть закон, международное законодательство, которое говорит, что оккупант обязан осуществлять все поставки, необходимые для жизнедеятельности. Ну, это полуостров. Тут же оккупант может поставлять только, покупать у нас воду. Это его ответственность. А мы не продаем. Поэтому мы делаем траурные даты, там, 26-го, запутался, февраля. Делаем дату защитников Крыма. Кого? Кто защитник Крыма? Надо выпустить медали защитников Крыма. Там Яценюк, Торчинов, Тягнебок, Кличко. Кто защищал Крым? Которые драпали оттуда. Вот эти все, они сдали Крым. Ну, я не знаю, может быть, я дурак такой. Но, если бы я был главнокомандующим, временно исполняющим обязанности, я бы поднял войска в ружье. Там стояло несколько тысяч, помимо флота ржавого. 20 тысяч 315 украинских военнослужащих. Да, а зеленых человечков было, изначально, первую неделю было 500 человек. И только 19 марта разрешили применять оружие с нашей стороны. А уже было поздно. Ну, мы же с вами понимаем, что вот эти вот псевдоруководители, которых кого-то и лично знаю, чем очень плохо сплю от того, что знаю лично. Это мерзавцы, которые сдали Крым, и, а потом ездили по заграницам, и там умничали что-то, извините за выражение, они даже не выступали, они воняли, жалуясь на кого-то. Это предатели. А вот дальше, ну, они заработали миллиарды. Ну, и наши союзники, конечно, которые в то время говорили, ой-ой-ой, вы там русского медведя не сильно, его там, не надо его тревожить, а то там будет что-то. Ну, что-то и произошло. А, Крым забрали, давайте сейчас Донецк, Луганск. Если бы Харьков еще три дня продержалась, вот эта Харьковская весна, и сейчас бы мы с вами были в Российской Федерации, была бы Харьковская область Российской Федерации, скорее всего. Думаю, что это Народная Республика была бы, и нас бы здесь точно не было. Ну, да, мы бы обслуживались там. Про старую власть поговорили, давайте поговорим о новой, и посмотрим по традиции небольшой сюжет. Сталося те, що було неминучим. Рейтинг президента Зеленського почав падати. 24 лютого свои данные оприлюднив Центр Разумкова. Якщо у вересня 2019 року Зеленському довіряли 79% громадян, то зараз 40%. Все меншу країнців вважають, що края йде в правильному напрямку. Влітку таких було 57, зараз 25%. Причина падения рейтингу – бездіяльність у вирішенні ключових питань для населення і невиконання обіцянок – мир, боротьба з корупцією, зростання добробуту. А друга – це слабкість президента. Він не раз встановлював дедлайни, давав безлічка зівок, які ніхто переважно не виконує. Суспільство все більш переконується в тому, що президента ігнорують його ж люди. Минулого тижня прем'єр Гончарук повідомив, що йти з посади не збирається. Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Тому я звик до таких питань. Ще раз, уряд працює в нормальному, звичному режимі. Кожен день ми наступаємо на хвіст якісь корупційні лавиці. Сьогодні говорили з хлопцями з земельного кадастру, вони там революцію готують на наступному тижні. Тому для мене звично вже поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, ніяких заяв я, ясно, не писав. З президентом відповідних тем не обговорював. В той же час президент Зеленський проводить зустрічі з потенційними главами Кабінету міністрів. Серед можливих кандидатур називають Сергія Тагібка, Валерія Хорошковського, Юрія Вітренка, Денися Шмигаля. Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди з паном Тагібкою, я теж зустрічався. Це правда. Сергій Тагібка – досвідчений професіонал, був головою Нацбанку України, головою предвиборчого штабу Януковича, працював в урядах Лазаренка, Пуставойтенка, Ющенка, Азарова, був радником Юлії Тимошенка. Що мені не подобалося в роботі Сергія Тагібка, коли він працював в уряді Азарова. Він повністю скасував всі соціальні видатки і він підвищив вік виходу жінок на пенсію. Це його робота. Він очолював цей напрямок і він це зробив. Зима пройшла, а весна, коли хтось когось буде сажати, вже настала. Так чого ж чекати далі? Середу 4 березня президент скликає позачеркове засідання парламенту. Серед питань порядку денного і звіт силовиків по боротьбі з корупцією, і кадрове питання в Кабміні. Тим часом здоров'я чоловіка, що здійснив саме підпал біля Офісу Президента, пішло на краще. Він отримав легкі опіки. Це більш окремий випадок у зв'язку з особистими проблемами, а не прояв протесту проти політики уряду. Менеджер, очень неплохой. Хорошковский, великолепный менеджер. Але нельзя ж страну делить? Этих нельзя назначать, потому що вони 8 років назад работали при том руководителі. Ну так у нас, тоді, получается, половина страны работала при том руководителі. Але вони умні, а тут остались одні дизайнери, фотографи, які ніколи не були менеджерами. Ну так нельзя страну делити. Я считаю, надо ликвидировать закон о люстрації, убрать його. Ну, во-первых, уже прошло 6 лет после той власти. Сколько можна гнобить людей за то, що вони работали при власти Азарова, ніколи в жизни в глаза не видя Азарова? За що людей наказували? За то, що вони являлись частью цього режиму. Ну так вся країна була частью цього режиму. Извините, у вас Янукович був в студії неоднократно? Здесь був, да. Я у нього інтерв'ю не брал. Вы же плохой журналист, потому що ви брали інтерв'ю у Януковича. Так, Володь? Ну, це неправильно. Я тогда був редактором, і це не частний канал. Ну і що? Це не господарственна структура. Ну і що? Азура Полосаня, руководитель був государственного канала, который Зура Полосаня і Карина Довтян взяли прямое інтерв'ю в прямому ефірі. Першая в жизни Віктора Федоровича Януковича в Харківі. Все, їх надо, що, випарати палкою і відстрінити від всей роботи. Іллюстрація, не є наказання, і да, це відстрінення від роботи. І запрет займати определенні должности на определенний період. Якщо цей період пройшов, ну в принципі так. Я не знаю, ну в якій період. Ну от того, що Тегибко був, тому що він умниця, його привлекли в правительство. Хорошковський умниця, його привліли в правительство. Він наладил роботу сначала, по-моєму, таможенной служби. Потом, сегодня взяли этого главного таможенника, который зажигает на каких-то там геевечеринках, парадах. І минус 25 мільярдів. Вдумайтесь, 25 мільярдів гривень не додал в казну. Мільярд долларов. Тільки за нескільки місяців своїми выходками, зі своєю там якого-то... Ось рухатися нельзя почему-то в ефіре. Іначе зв'язки нет в речі. Вот він своєю роботою, чисто руководитель таможенной служби, не додал миллиард долларов в казну України. От цього пострадала медицина, образование, дороги, ще що-то. Але зато будуть бігати і просити у кого-то там ОМВС взяти под проценти якісь якісь денюжки. А самим зарабатувати треба, а не брати ні у кого. Я считаю, що треба привлекати професіоналів. Хватить вже на цих неумів. Взяли, дали їм по полгода порулить. Порулили. Нічого хорошого не сделали. Не для промышленности. Они готовят, бегають по стране, іщут, що продати можна. Остались ще якісь підприємства, построені при Советськом Союзі. Вот їх щас допродадуть, землю продадуть, чуть-чуть наполнюють бюджет, і все, ісім закінчиться. А потім проєдят і це. А не треба не рыбка, а треба удочки. Нужно розвивати промышленность, економику, для того, щоб зарабатывать деньги. А не взяти только, ну вот представьте себе, ви вместо того, щоб ходити на роботу, сидеть вот со мной в ефирі, зарабатывать деньги, ви вместо этого нічого не будете делать, а просто будете із дому все продавати, то, що вам оставили ваше родители. Сначала кресло продали, потім шкаф, потім ще чого-то. В конце концов будете спати на полу, і в конце концов придеться продать квартиру. Деньги треба зарабатывать, а не продавати то, що є. Да, тут вопросів нет. Другой вопрос, хто це буде робити. Тому що, чесно кажа... О, фотографи не будуть це робити. Да, але і к людям із обоимы Януковича, Азарова і так далі, согласитесь, тоже дуже багато вопросів. І то, що відбувалося в 2014 році, це теж результат політики якраз всей той команди. Ну, я не хотів би там нікого хвалити чи не хвалити. До Януковича у нас був губернатор Кушнарів. Ну, це нельзя, конечно, тако. Ну, вот, і якщо б царство небесное, якщо б Евгений Петрович сегодня був жив, ми б не могли його поставити губернатором или прем'єр-министром, тому що він работав при Януковичі. Ну і що? Ну і що? А Ющенко при Януковичі був кем там? Главой Нацбанка? Или когда-то, да? Или там ще хто-то при Януковичі работав. Ну, мало ли, в цьому Кабміні работает там більше, чем полторы тысячи человек. А плюс ще во всіх міністерствах. Ну, все работали хто-то. При Януковичі, при Азарові. Ну, от этого ж нельзя людей відстрінять от работы. Якщо вони совершали вовремя своєї роботи преступления, якщо вони були замечені в яких-то корупційних делах, ну, при Ющенка тож було мільйон корупційних скандалів, в которых участвували, і помніте, там, Пётр Алексеевич, і Юля Владимировна, і которых Зинченко, ну, потім выбрали опять в президенты в первом туре. Кстати говоря, президентська должність под законно-аллюстрація не попадає, наскільки я помню. Виборная должність. Все, Янукович може вернуться. Пусть попробуй, буде интересно. А ему 13 отмерили, да. Ну, пусть это через 13 може вернуться. Я вже, честно говоря, после Тегибко ничому не удивляюсь. Ну, я не знаю. Сергей Тегибко, я считаю, прекрасный менеджер, і Валерий Хорошковський. Я знаю этих людей, знаю їх роботу, знаю. Для мене було б это великолепно. Но это, вот знаете, как это, все равно, что сравнить кандидата наук и первоклассника по сравнению с сегодняшним премьер-министром, который на самокате. Он не собирается никуда в отставку. Он говорит, а я хорошо работаю, правительство хорошо. А чего ему? Вот вчера он еще в студии сидел, там за 500 гривен хлопал в ладоши. у Пальчевского в студии. А теперь у него охрана, кортеж, зарплата там, сколько у них, по миллиону, они, наверное, себе отмерили. Это вообще должность хорошая, когда можно из казны взять сколько угодно и назначить себе зарплату. Класс. Так неинавидят тебя за эту зарплату. Так ты пойди в бизнес и сколько заработаешь, столько и твое. Миллион, два, три, пятьсот миллионов. Но не брать же деньги налогоплательщиков и себе назначать зарплату. Но налогоплательщик выбрал этих людей в конце концов. Володя, налогоплательщик в стране, в которой к налогоплательщику относятся очень хорошо, это Америка. Выбрала президента, но президент сам себе зарплату не назначает. Там уже 20 лет зарплата на индекс инфляции чуть-чуть повышается. А у нас директор предприятия, которое письма разносит, получает больше президента Америки. государственного предприятия. Я думаю, в Новой Почте это частная компания. Зарплата руководителя не такая большая. А дивиденды хозяевов получаются из прибыли. Они могут быть сколько угодно, хоть миллиарды, если ребята хорошо работают. А на здоровье пусть зарабатывают. Но брать государственные деньги, они не государственные. Деньги налогоплательщиков. Да, в государственных денег нет. Есть деньги налогоплательщиков. Но взять деньги налогоплательщика и дать себе это. Давайте по-другому. Миллион гривен, вдумайтесь, это у миллиона человек по тысяче гривен забрали. У тысячи человек по тысяче гривен, у миллиона по гривен. У тысячи человек по тысяче гривен, да. Извиняюсь. Ну, у миллиона человек по гривне. Хорошего человека гривны не жалко. А бабушки, пенсионерки, для нее здесь один миллион. у нас сейчас может затеяться вечный спор о том, что лучше 20 лет саботажа или 5 лет ошибок. Вот эта классическая формулировка. И кроме субъективных мнений, все равно нам аргументировать свою позицию, наверное, будет нечем. Тем не менее, спасибо большое, что сегодня были у нас в гостях и высказывали свое субъективное мнение. Спасибо, что смотрели нас. Сегодня на этом все. Увидимся, пожалуй, через две недели, но в этой же студии и в это же время в программе субъективно. До свидания. До свидания. Продолжение следует...